В этом виде будем говорить о одном из самых важных и технически, наверное, самых сложных за большинство моментов – это по смене IP-адресов. Критически важно, чтобы избежать бана аккаунтов на Авито, чтобы вас не блокировали, ваш аккаунт со всеми объявлениями, это использовать разные IP-адреса. Опытным путем установлено, что не обязательно делать отдельный IP-адрес при публикации каждого объявления, когда это, конечно, очень здорово, очень хорошо. На данный момент достаточно хотя бы регистрировать аккаунты с разных IP-адресов. Итак, есть на самом деле несколько способов по смене, несколько путей решения этой проблемы. Я расскажу про каждое из них и какой-то из них вам обязательно подойдет. Самый идеальный вариант, и в большинстве случаев он будет у вас работать, это когда у вас есть у провайдера так называемые динамические IP. То есть провайдер при каждом подключении вам выдает разный IP-адрес. В большинстве случаев по этой схеме работает сейчас, наверное, подавляющее большинство провайдеров. В этом случае все достаточно просто. Если у вас на данный момент нет такого провайдера, то можно сидеть сложа руки. Если у вас, вернее, провайдер, который не выдает вам динамические IP, то первый путь – сидеть сложа руки или использовать другой метод, более трудоемкий. Второй метод – всегда можно найти провайдера в вашем городе, который вам выдаст, проведет еще один кабель в квартиру с интернетом, в котором будет использован динамический IP-адрес. Ну, если вы же не хотите это делать, я вам расскажу про способы, как можно этого избежать. Универсальный вариант – это покупать прокси-сервера. Покажу способ покупать недорого прокси-сервера, это будет стоить, наверное, 30 долларов в месяц, и эта проблема может быть решена. Но сначала рассмотрим бесплатные способы. Итак, первый способ – это если у вас есть динамический IP-адрес. Как это работает? Чтобы узнать свой текущий IP, мы заходим на такой сайт, их на самом деле достаточно много, ну, например, 2ip.ru. Вот он показывает текущий IP-адрес, как мы видим, как нас видит с интернета. Самый простой способ его сменить – посмотреть вот сюда, вот на этот значок, или в панели управления, зайти в панель управления, центр диагностики сетями, и вы увидите ваше подключение. Самый простой способ – это разорвать сеть и подключить заново. Нажимаем «Отключение» и нажимаем «Подключение». Ждем, что происходит. Пусть это будет «Домашняя сеть». Я специально настроил такое подключение, у меня немножко другого вида, чтобы вам продемонстрировать. Вот, мы только что разорвали и подключили всеединения. Смотрим наш IP-адрес. Вот он сейчас – текущий 9282, обновляем. Все, адрес сменился. Вот такая простая процедура смены IP. Нам это надо будет делать процедура перед регистрацией каждого аккаунта. Это занимает немного времени. Давайте еще раз. «Отключение». «Подключение». Самый дешевый, самый простой способ, при котором вам не придется платить дополнительные деньги. Смотрим, еще раз обновляем. Окей, IP-адрес сменился. Вот такую процедуру нам будет проделать перед регистрацией каждого аккаунта. Сейчас всяческая вот такая вот nuestra штука. Увидимся. Вот это да. Пишься nosso 所以 – яắcily в電 hello stories 11 texts. Паялеты. Поехали.